всем привет решила поделиться с вами опытом вязания купальника вот так он выглядит прислали заказчики хотят такой купальник и хочу вам показать как я его вязала вот что у меня получилось сразу скажу что купальник этот я вязала на очень худенькую девушку с маленьким размером груди там нулевой вроде как это считается вот и поэтому здесь центральные такие кружочки которые основную часть прикрывают у меня небольшие то есть если вязать на грудь большего размера то соответственно этот круг должен быть больше и какой вывод я сделала вот после примерки уже несколько раз примеряли и ну вот я считаю что такой купальник можно надевать только девушкам которых либо вот действительно маленькая грудь либо большая такая значение круга и которая не висит потому что вот эти вот части они совсем грудь не держат и он будет выскакивать я на себя померила мне второй размер и нет меня он не держит совсем и даже если здесь резинку сильнее сделать мне кажется так хорошо держать все равно не будет чашки нужны какие-то попрочнее можно связать допустим если хочется такой купальник такие же трусики но чашки немного модифицировать либо можно кроп-топ связать с такими же цветочками итак трусики у меня я связала танго ну или стринги как они называются здесь резко резко делала убавление поэтому по типу стрингов они такие получились можно не резко делать убавление тогда полный трусики получится в принципе в течение видео в этом буду еще говорить так и что нужно сколько у меня ушло пряжи пряжа у триста шестьдесят восемь ушло у меня граммов наверное шестьдесят семьдесят вот так примерно то есть одного моточка вполне себе достаточно и даже еще останется крючок я брала 1 9 я вижу не очень плотно поэтому всегда поменьше беру крючок дальше необходимо резинка у меня вот такую удалось найти хотя можно подобрать прям цвет если получится идти это здорово конечно тогда не придется ее сильно запрятывать я ее прятала если просто пропускать резинку я будет видно вот такого цвета и для того чтобы подшить ластовицу сделать вот лайкру я купила вернее не купила она у меня с предыдущего раза еще осталось там большая ширина на несколько купальников хватит можно еще бифлек использовать там 80 процентов лайкры и 20 процентов полианида вроде бы так вот что касается лифа и вот достаточно прозрачный получается то есть его нужно тоже чем-то подшивать либо также лайкры нужно прям в цвет найти потому что он очень сильно растягивается и будет видно за ней вот за этими столбиками очень хорошо будет видно чем вы подшили поэтому я что сделала я связала еще один такой кружочек и вшила его сюда ввязала то есть еще раз связала и по последнему ряду я пришлось столбиками для того чтобы решить его вот и тогда я вот не видно ну соответственно да еще расскажу что если грудь больше то нужно шире его вязать больше делать этот кружок и в принципе тогда будет нормально и ну мне кажется что это такой купальник он больше для фотосессий чем для купания потому что не держит это не эти ниточки совсем можно там опростоволосится как говорится вот ну в принципе все еще хотела сказать такой момент с чем у меня была проблема я такие трусики ни разу не вязала я взял на завязках вот здесь и неправильно что я сделала я вот эту часть верхнюю слишком сильно стянула резинку я и стянула под размер талии под объем а нужно же чтобы это еще и через попу пролезла поэтому делайте так чтобы резинка дала вам возможность натянуть эти трусы вот ну тот кто знает и тот кто это вязал наверно тоже уже сталкивался с таким вопросом я почему-то не подумала поэтому решила вам на заранее сказать вот в принципе все дальше я покажу как я все это вязала и и ну я бы не рекомендовал наверно вязать это начинающим вязальщицам потому что здесь нужно не только узнать до столбик с накидами без накида воздушные федли здесь еще нужно знать каким образом соединяется мотивы то есть эти цветочки у нас он как мотив получается и нужно знать как цветочный мотив в этот круглый то сделать из него квадратный и они такие достаточно ну как сказать то их видно плохо они все скукоживаются когда вяжешь и если вы не понимаете каким образом соединяется мотивы вот такого плана то наверно лучше найти какое-нибудь видео по соединению мотивов которым мотив не такой скукоженный какие-нибудь цветочки найдите очень хорошее видео есть в интернете я в принципе тоже по ним училась и после этого если вам уж хочется очень сильно связать такой купальник то можете приступать данному вот ну все вроде бы все сложности я говорила если вам действительно хочется то дальше смотрите пожалуйста видео и лежите вместе со мной и соответственно уже вносите какие-то коррективы может быть у вас это получится лучше красивее и буду рада если вы поделитесь результатами своего творчества все приступаем трусики вяжем я вот половинку связала так это выглядит изначально связала сами трусики у меня тут по типу стрингов немного получилось да это задняя часть набрала здесь 4 петли воздушных провязала 4 ряда столбиков без накида 4 столбика получилось вернее не 4 ряда 4 столбика и далее начала прибавление чередовала столбик ряды столбиков без накида и ряды столбиков с накидом и прибавление делала именно в рядах столбиков с накидом по 2 петли с каждой стороны получается я прибавляла и связала такой треугольничек получилось здесь вот 14 сантиметров получается я увеличила и здесь 11 столбиков здесь получается ну так длину порядка 10 сантиметров далее я убавляла убавляла резко сразу по 3 столбика по 3 петли вернее для того чтобы получились вот стринги если не хотите стринги убавляйте медленно до 20 22 петель вот так примерно в зависимости от того какая ширина волостовицы вам нужна и получается вот здесь у меня где-то 10 11 сантиметров и вот вся остается так вот где-то 15 сантиметров так 14 вообще остается обычно 9 столбиков примерно я вяжу но там кому как и здесь вот я также пошла на увеличение постепенно сначала увеличивала в районе луставицы постепенно по 1 петель добавляла по 1 столбику с накидом вот и когда дошла уже вот до этого места где луставица заканчивается начала прибавление по 2 столбика с каждой стороны для того чтобы вывязать вот эту часть получается вот она где резкое прибавление у меня начинается здесь где-то 7 сантиметров 8 7-8 столбиков примерно и далее снова убавление по 2 столбика я убавляла в каждом ряду столбиков с накидами столбики без накида я не трогала просто обратную сторону вязала все и получается получилось у нас вот такая вещь потом сюда мы уже будем привязывать уже отдельно то есть нитку мы здесь обрезаем когда довязываем до конца и далее нам нужно будет связать цветочки вот такие то есть получается нам нужно будет связать два цветочка чуть-чуть побольше на 30 петель в лепестке и 4 цветочка на 22 петли в лепестке так давайте свяжем цветочки сейчас мы набираем закрепляем нить и набираем 6 воздушных петель 6 петель замыкаем их в круг соединительным столбиком и внутрь этого столбика ой простите внутрь этого кольца провязываем 1 столбик без накида и делаем лепесток получается нужно набрать двадцать 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 воздушные петли и делаем соединительный столбик то есть не полный столбик а просто соединительный то есть вот так петлю протаскиваем и далее вновь набираем двадцать две воздушные петли петли и снова сюда внутрь это кольцо делаем соединительный столбик вот так и всего нам таких лепестков получается нужно двенадцать штук то есть сейчас нужно еще десять лепесточков провязать вот такой цветочек получился вот еще два с этим побольше на 30 петель и на двадцать две петли лепесток и теперь мы все это будем соединять вместе и присоединять уже к нашему полотну вот эти кончики можно запрятать отлично говорю не люблю ничего прятать пока не закончу полностью работу для того чтобы все узелочки если они будут были точно на изнаночной стороне я просто лишнее отрежу вот и теперь мы начинаем их соединять присоединяемся к первому цветочку сначала с маленьких начнем нужно присоединить нить рабочую просто завязать и начинаем обвязывать нам сейчас нужно чтобы этот наш кругленький цветочек стал более квадратным так мы провязываем 6 воздушных петель 6 берем следующий лепесточек и под него делаем столбик и накид вот мы два лепесточка соединили снова делаем 6 воздушных петель и следующему присоединяем снова 6 воздушных петель теперь нам нужно сделать будет два столбика с одним накидом между ними тоже будут воздушные петли для того чтобы тут дополнительная арочка появилась и наш цветочек стал приобретал черты квадрата и так к следующему лепестку мы провязываем столбик с 1 с одним накидом делаем 8 воздушных петель теперь и сюда же в этот же лепесток снова столбик с одним накидом так получилось в этом столбик дополнительная арочка дальше 6 столбиков 6 воздушных петель в следующий лепесток присоединяем следующий лепесток смотрите чтоб они переворачивались столбик с накидом и еще раз 6 воздушных петель следующий лепесток соединяем так теперь будем подсоединять следующий цветочек вяжем 6 воздушных петель опять и сюда к любому лепестку подсоединяемся также вяжем столбик без накида вот теперь мы вяжем 3 воздушные петли и теперь подсоединение у нас пойдет вот сюда вот здесь мы вязали 6 воздушных петель вот сюда мы теперь подсоединим вот этот столбик мы 3 воздушные петли провязали вот сюда заходим вот под эту арочку и еще одну получается 4 воздушная петля 5 6 вот мы подсоединились так переворачиваем и здесь в новом цветочке который мы подсоединяем следующий лепесток присоединяем сюда то есть сюда вяжем столбик без накида вот он следующий лепесточек так соединили вот снова вяжем 3 воздушные петли и вот под следующую арочку получается вот она между лепестками из 6 воздушных петель снова вяжем вот эту вот уже четвертую воздушную петлю до 5 6 вот перевернули и теперь мы новый лепесток подсоединяем но сюда мы уже будем вязать так же вот как и здесь то есть дополнительную вот эту арочку и восьми петель мы делаем столбик с накидом с одним провязываем его 8 воздушных петель и снова сюда же под этот же лепесток еще один столбик с одним накидом сейчас вот 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 что получается видно конечно не очень потому что все сколько выживается надеюсь понятно вот первый наш цветочек мы подсоединили ко второму цветочку вот так вот две арочки по 8 петель так дальше вяжем 6 воздушных петель снова под следующий лепесток еще раз 6 воздушных петель так вот следующую присоединили и теперь снова провязали 6 воздушных петель под следующий лепесток мы вяжем снова арочку вяжем 1 столбик с одним накидом 8 воздушных петель и еще один столбик с одним накидом под этот же лепесточек и еще два лепестка подсоединяем так же как в прошлый раз 6 воздушных петель столбик с накидом подсоединили так перекрутила и еще один подсоединяем лепесток 6 воздушных петель 6 воздушных петель столбик без накида так так у нас получается здесь мы следующий цветок будем подсоединять третий получается тот в котором у нас лепестков лепесточки на 30 петель и подсоединяется он так же как предыдущий тоже 6 воздушных петель под любой лепесток сюда мы присоединяем и 3 воздушные петли вяжем и возвращаемся в предыдущем цветочку и вот под эту арочку вяжем четвертый петель в воздушную петлю 4 5 6 и обратно к новому цветочку переходим следующий берем лепесток отсоединяем снова 3 воздушные петли под следующую арочку из 6 петель мы вяжем столбик без накида дальше 8 воздушных петель снова 3 воздушные петли снова 3 воздушные петли к новому цветочку мы возвращаемся и здесь вяжем уже снова арочку из 8 петель столбик с одним накидом дальше 8 воздушных петель столбик еще один столбик с накидом и далее 5 лепесточков вот следующие 5 1 2 3 4 5 мы соединяем воздушными петлями по 6 штук между ними так вот 6 воздушных петель и также столбиком без накида соединяем что вяжем 2 лепесток 3 4 и 5 4 и дальше нужно будет сделать арочку снова с 8 воздушных петель 6 воздушных петель набираем столбик с одним накидом в следующий под следующий лепесток 8 воздушных петель и снова сюда же в этот лепесток столбик с одним накидом так теперь еще два следующих лепестка подсоединяем стандартно тоже по 6 воздушных петель между ними один подсоединили еще один переходим уже к соединению между цветочками так здесь мы снова арочку вяжем 6 воздушных петель столбик с накидом в следующий лепесток 8 воздушных петель снова столбик с накидом в этот же лепесток теперь нам нужно будет подсоединиться вот между лепестками вот сюда мы вяжем 3 воздушные петли между лепестками вот этот столбик сюда мы вяжем вот она 4 5 6 воздушная петля и теперь лепесток уже следующий следующего цветка вяжем столбик с одним накидом арочка 8 воздушных петель сюда же в этот же лепесток столбик с накидом и снова 2 лепесточка мы подсоединяем соединительными арочками 6 петель воздушных так и снова делаем 6 воздушных петель и следующий лепесток столбик с одним накидом 8 воздушных петель и снова в этот же лепесток столбик с одним накидом так подсоединяем последний цветочек 3 воздушные петли также аналогично вот здесь вот у нас что получилось вот два цветочка мы потом еще вот здесь соединим сейчас еще будем делать соединительный столбик вокруг вернее соединительный ряд и вот так у нас получается так соединяем последний цветочек 3 воздушные петли также аналогично опять же вот сюда покажу пошире вот это вот у нас арочка сюда делаем четвертую воздушную петлю 5 6 дальше столбик с одним накидом обрязываем в следующий лепесток уже последнего цветочка 8 воздушных петель и в этот же лепесточек снова столбик с одним накидом и до конца мы соединяем лепесточки по тому же принципу 6 воздушных петель столбик с накидом так так два лепесточка мы присоединили снова нам нужна арочка здесь наверху это будет у нас верхняя часть там где арочки и та часть будет сверху присоединяться поскольку у нас здесь вот узкое место здесь нам нужно дополнительный ряд вот этот вот будет вот так вот здесь поэтому сверху делаем такие арочки по снизу у нас таких дополнительных арочек вот здесь не будет так 6 воздушных петель столбик с накидом теперь снова арочка из 8 воздушных петель столбик с накидом сюда же так все и вот у нас несколько лепесточков осталось не соединенных мы их соединяем арочками из 6 воздушных петель все смотрите чтоб не перекрутилось сейчас я довяжу покажу что получилось все больше арочек из 8 петель не будет так вот все мы заканчиваем и подсоединяемся вот сюда нужно прям внутрь засунуть петли иначе будет перекос вот так вот что у нас получилось дальше получается у нас пойдет обвязка обвязка вот здесь вот то что мы сейчас вязали ряд вот этих арочек нам сейчас это все нужно будет соединить вместе и уже это нужно будет привязывать сюда получается вот так и и здесь мы дальше начинаем обвязку воздушная петля подъема и обвязываем я сюда обвязку делаю из 4 петель пробовала полностью 6 петель связать не красиво получается это поршица а так цветочек как раз будет тянуть и а это как резиночка уже такая пойдет еще будем делать один ряд обвязки уже с резинкой вот и пятый столбик без накида столбика без накида все сейчас вам только ввязывать это вот сюда провязываем где соединительный наш столбик без накида снова четыре снова четыре столбика вот сюда под эту арочку мы вяжем три столбика также без накида один два три и переходим к следующей арочки то на из восьми петель мы их соединяем вместе то есть следующий столбик вот так на провязываем будет как бы соединительным еще два дальше продолжаем обвязку так до конца ряда вот так получается также здесь где 6 воздушных петель четыре столбика соединительный столбик один столбик без накида и так же доходим до наших арочек из восьми петель и между собой их соединяем и так мы вяжем вот до конца сюда до провязываем здесь еще вот так две арочки в конце и дальше уже будем присоединять где treating просу не вonne пл weight при обратно вли´ Продолжение следует... Так вот, закончили по низу, обвязали, это получается, это боковушка трусиков будет. Вот от этого места получается, вот это здесь наше соединение, арочка из 8 воздушных петель мы вязали. Теперь вот два лепестка, вот здесь мы провязываем, так же столбиками без накида обвязываем. Следующая вот эта арочка, переходим к третьему лепестку, вот от этого момента. Три столбика без накида мы провязываем и следующий столбик уже мы присоединяем, получается, к трусикам. Так, и здесь я нахожу место, крайняя, получается, вершинка наша. И вот провязываем столбик без накида и еще два столбика. И столбик вот сюда, вот где соединительный был столбик без накида, тоже его присоединяем. Так, далее проводим присоединение также снова 6 столбиков. То есть мы вот так вместе просто их, получается, связываем. Так, 3, 4, 5, 6, еще один столбик. Так, и снова, далее привязываем. Так, дальше. Мы привязываем следующий, вот перед этой арочкой. Вяжем 3 столбика этих вот соединительных. Так, да? Дальше мы вяжем, не соединяем. То есть вот эту вот мы часть откладываем. Вяжем 4 столбика. Отвязываем, получается, просто наше полотно основное трусиков. И делаем теперь столбик с накидом вот под эту арочку. Из 8 петель мы делали. Делаем вот так, столбик с накидом. Дальше. Довязываем до вершинки. Вот здесь тоже не привязывая. Просто вяжем 4 столбика без накида. Последнее у нас будет вот сюда, в вершину. Вот. Дальше мы вяжем 3 воздушные петли. Делаем накид на крючок. И снова вот в эту арочку вяжем столбик с одним накидом. Снова 3 воздушные петли. Дальше мы делаем столбик с одним накидом вот под эту арочку. То есть вот здесь мы провязали 8 воздушных петель. Вот эта арочка. И следующая арочка у нас идет вот между лепестками, которые 6 воздушных петель. Вот под нее мы вяжем столбик с одним накидом. Далее мы привязываем полустолбик с одним накидом. Делаем накид на крючок. Вытаскиваем петлю. И получается вот у нас 3 петли на крючке. Мы их одновременно снимаем. Так. Получается сюда мы провязали 2 столбика. И еще 2 столбика провязываем сюда же без накида. И дальше мы вяжем по такому же принципу. То есть обвязываем 4 петли. Сюда в арочку. 5-й столбик. Вернее, получается. У нас в предыдущий соединительный столбик. Вновь 4 столбика. 5-й столбика. 5-й столбика. Дальше мы снова соединяем вот эти наши 2 арочки. Из воздушных петель. 3 столбика. Из воздушных петель. Подсоединяем арочку. 1-2-3. Ну так получается. Так. Она по перо стянется, как говорится. И до конца делаем обвязку. Так же будем потом впереди соединять. Сейчас по тому же принципу вяжем до конца. Так вот до конца довязали. Вот до арочки. До этой. До из 8 воздушных петель. Вот здесь провязали 4 столбика без накида. И теперь будем присоединяться. Делаем 4 воздушные петли. Столбик с накидом нужно провязать вот в эту арочку из воздушных петель. Так, провязали. И еще 4 воздушные петли. И теперь мы присоединяемся вот сюда, в вершинку треугольника. То есть не к середине, мы сейчас к середине пойдем. Мы присоединяемся в вершинку треугольника. Делаем соединительный столбик. Вот так. И вдоль треугольника мы вот так провязываем. Когда будете привязывать, смотрите, чтобы у вас примерно одинаково на одном и том же уровне были вот эти вот столбики. Так. Провязываем 4 столбика без накида. Вот здесь. Вот эту часть мы не трогаем, пока не присоединяем. И смотрите, чтобы не перекрутилось. Так, чтобы ровненько было. Так. И теперь мы делаем столбик с одним накидом опять вот под эту арочку из 8 воздушных петель. Так, вот. Так лучше. Провязали. Вот так у нас получается. Дальше снова мы вяжем по треугольничку. Снова 4 столбика без накида. Провязали. Снова делаем столбик с накидом. Уже вот дальше проходим. Следующий лепесток между этими двумя лепестками. Вот где 6 воздушных петель. Вот сюда мы делаем столбик с накидом. Так. И чтобы был плавный переход, мы свяжем еще один столбик, полустолбик с накидом. Уже будем присоединять. То есть вот эту часть присоединяем сюда, к основной части трусиков. Вытягиваем петлю, вот 3 петли на крючке, мы их одновременно провязываем. Ну, я их спустила все. Так, сейчас. Вот одновременно провязываем. Все, вот и мы привязали. И дальше столбиками, получается, без накида мы вяжем до конца, привязываем. Получается, вот у нас привяжется еще 3 лепесточка. Они привяжутся у нас вот сюда. Последний третий лепесток будет вот уже в самом конце. Конусик, а тут буквально не доходя, 2 петли. И здесь я вязала не по 6 столбиков, поскольку у меня здесь немножечко поменьше вот это ребро, чем заднее. И я вязала 4 столбика без накида, привязывала, и столбик вот в этот предыдущий соединительный столбик. То есть всего по 5. И, соответственно, нужно смотреть, что, когда вторую половинку привязываете, что у вас лепестки примерно на одном и том же были расстоянии. К тому же, как говорится, место привязывались. Так вот, мы до конца присоединили. Вот, дошли до этой точки. И все получается у нас. Трусики. Вот такие получились. Вот так. И теперь дальше нам получается все, что здесь осталось, это обвязать вот здесь вот ряд столбиков без накида. И вот здесь так по кругу. И для того, чтобы трусы у нас не свалились в самый ответственный момент, нам нужно здесь резиночку пропустить. Вот с этой стороны я уже сделала. Резиночку я чуть-чуть подтягивала, для того, чтобы плотно сидели трусики. И вот. Сделала вот так вот вокруг. Резиночку полностью пропустила. Сюда внутрь. Здесь осталась часть, и я теперь с другой стороны пропущу. Где-то очень не люблю отрезать. И поэтому здесь я пропущу сейчас резиночку. Вот здесь вот с помощью иглы. И я взену вот так по кругу. В крайний ряд получается. Вот здесь вот. В крайний ряд, который с изнаночной стороны вводит, чтобы было не видно резинки. Можно, в принципе, ее просто вязать, но у меня резинка такая серая. Это вот самый ближайший был цвет, который я нашла. Вот сюда. Ну, либо можно белую использовать. Если вы нашли вот прям тон в тон, это здорово. Можно просто резинку пропустить, там уж подтянуть, если вам нужно. Либо оставить в таком более свободном состоянии. Ну, если я пропущу вот так вот резинку просто здесь, то ее будет видно. Поэтому я ее прям буду иголочкой ввязывать сюда. И потом уже по вот этому последнему ряду, когда я пройдусь столбиками без накида, резинка будет не видно. Вот. Ее видно будет с лицевой стороны, может быть, чуть-чуть. Вот. И поэтому я резиночку здесь пропустила. Сейчас я остатки резинки с этой стороны пропущу. И также вот здесь. Здесь особенно будет видно резиночку, если она у вас не в тон, потому что здесь очень тонкий край. Я пробовала, видно некрасиво. Поэтому я переделывала. Вот. И поэтому я вам тоже рекомендую вот здесь иголочкой за задние стенки пройтись сначала резинкой и потом уже вязать последний ряд. Вот. И, в принципе, все. Трусики у нас будут готовы. Ну, так вот. Все. Трусики я доделала. То есть провели обвязку со всех сторон. Вот здесь, вот сверху, я решила сделать обвязку двумя дополнительными рядами. То есть два раза прошлась для большей плотности. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...